Сегодня я хотел бы поговорить о расстановке Хеллингера. Дело в том, что я посмотрел много роликов в сети, их можно увидеть, посмотреть, собственно, от семейной расстановки, которую делает сам Хеллингер. Ну и интересно, действительно, из первого источника обратиться к тому, как эта техника работает, и непосредственно убедиться, на самом деле, что этот опыт любопытный, и обойти его мимо не удается, надо как-то к нему отнестись. Но и настоятельно присутствует необходимость как-то пытаться консультализировать тот опыт, который существует. Пока это не делается или делается мало, я сегодня хотел бы такую попытку сделать. Я не могу сказать, что его в этом направлении как-то сильно продвинулся, но просто было бы интересно обсудить какие-то вещи. Но прежде всего, давайте я просто введу какие-то основные вещи, которые я наблюдаю в расстановке Хеллингера. Первое – это тема заместительности. Очень важно понимать, на самом деле, что тема заместительности возникла до Хеллингера. Уже в психоанализе мы наблюдаем такие вещи, как вот, если кто-то может знакомствовать с психоанализами, есть такое понятие, как транспорт. Он связан с тем, что свои эмоции, свои отношения по отношению к какому-то другому человеку пациент переводит на терапевта. И, собственно, относится к терапевту, как, допустим, к своему отцу. Вот этот перенос, на самом деле, есть не что иное, как просто заместительная практика. То есть уже, как бы, в психоанализе, собственно, эта практика существует, и Фрейд вначале считал, что-то мешает, собственно, психоанализу, да, а потом понял, что в этом состоит и другого, собственно, психоанализа, да, как бы, и психоанализа, и трансфер психоанализей очень важен. А там еще, как бы, есть обратный трансфер, да, который связан с тем, когда у терапевта возникает такое же замещение по отношению к пациенту. Это вот первый момент, да, то есть это второй момент, он связан с тем, что те расстановки, которые выполняются, они все основаны на уровне чувства. Кстати, забыл спросить, так все, наверное, знакомы, что такое расстановление, вот, например, на уровне чувства, да, что самое главное, там, не это не рассуждение какое-нибудь, а именно чувство. И дело в том, что, как бы, рассуждать имеет право только ведущий. То есть, собственно, как бы, сознание всей ситуации находится только у одного человека, у человека, у терапевта, а все остальные ведут себя вот на таком низком уровне, да, действия, да, то есть, собственно, просто некие телесные действия. Причем эти телесные действия тоже достаточно ограничены, то есть это фактически, на самом деле, с определенного уровня сверху вниз, там, это, там, ну, примерно три уровня, да, там, стоять, там, сидеть на корточках, лежать, ну, и повороты тоже, да, по отношению. Другим участникам, ну, или, там, удаление приближения. То есть, собственно, как бы, вот это вот такое вот такое простое действие похоже на пальцевый сигнал. Вот мы когда-то обсуждали эту вещь, что на самом деле, как бы, когда мы удаляем вербальное отношение, когда мы удаляем, собственно, как бы, разум, удаляем сознание и пытаемся во что-то чувствоваться, да, то мы работаем уже на уровне, на каком-то другом уровне, на каком-то более глубинном уровне, но глубинном не в смысле того, что это более важный уровень, а скорее на каком-то детском уровне, да, потому что, вот, собственно, наше сознание, ну, мы это дальше будем обсуждать, да, вот, как бы, это и сознание, можно так сказать, взрослого человека. Тогда мы вот опускаемся до уровня движения нашего тела, то мы, как бы, опускаемся в нашем сознании до уровня детского сознания. То есть, собственно, ребенок, он мыслит как бы действие, он еще не может мыслить вербально, да, он еще не может оперировать предметами на уровне, как бы, на высоком уровне, там, абстракции. Он мыслит вот теми предметами, которые у него есть в руках, да, он их двигает, он их передвигает, и его все его, все его поведение, оно всегда именно поведение такое, Он, например, ставит позу, надворачивается, ребенок садится, сопротивляется и прочее. То есть все его поведение, все его мышление и все его эмоции проявляются в его действиях. И вот когда происходят расстановки, то эти расстановки как раз опускают отношение человека к происходящему на уровень чувств. Полностью элиминируется все, что связано с высоким уровнем сознания, с размышлением, с вербальным мышлением и прочим. Это тоже очень важно. Это, я говорю, что это граничит с тем, что называется пальцевым сигналиком. Ну и третья важная вещь – это понятие духа. Есть некое из поля, откуда участники расстановки получают информацию или какую-то инспирацию, если мы говорим о духотворении. Но надо помнить, что вот эта инспирация, нельзя ее понимать в высоком смысле. Эта инспирация, она вот на каком-то телесном уровне, да, как бы человек получает информацию, мы это потом тоже может обсудим, там, что это за такой дух. Он получает информацию и движется в соответствии с тем, как он сейчас чувствует. Причем это чувство, оно часто бывает на самом деле парадоксально. Дело в том, что если смотреть расстановки со стороны, то иногда просто как-то неловко за человека, который себя ведет каким-то совсем детским образом. Он там как-то там группируется как ребенок, он начинает орать, визжать, начинает стучать кулачками, отворачиваться, как-то ныть и прочее. То есть со стороны это выглядит, как будто бы человек впал в детство. Если не понимать условность происходящего, если не понимать, что все-таки речь идет о некой терапии, то можно просто подумать, что, ну, какое-то своего рода там сумасшествие, деградация человека. Иногда это очень неприятно смотреть. Иногда сама расстановка доходит до такого уровня, что, ну, появляется какое-то внутреннее отвращение. Хочется просто как бы отвернуться, хочется как бы выплючить, просто буквально в смысле. Вот тут, знаете, так бы, можно сказать, как грязь, некая здесь грязь, как бы, да, вот, это как бы психологическая грязь, и вот она как бы вся наружу всплывает. И я, и тут важно именно, что вот этот, что терапия происходит вот на этом низком уровне. И это очень важно. Почему? Потому что на вербальном уровне, на сознательном уровне, высоком, мы, каждый отдельный человек, он может начинать как бы обманывать, да, он может начинать играть роль. Ну, все, все наши роли, там, все, все вот эти романы, да, все вот эти вот ситуации, все они проигрываются на высоком уровне. А на низком уровне мы не можем играть роль. Там просто непонятно, что делать. И в связи с этим еще тут важное замещение относительно того, зачем вообще нужна расстановка. В свое время Хеллингер начинал с того, что, ну, это сам для себя рассказывает Хеллингер, да, что он обратился из такой первичной терапии Янова. Такое было направление психиатрии, психологии. И они занимались тем, на самом деле, что считалось, что вот в человеке есть некие чувства, да, в детстве, они как бы вот заблокировались, да, и их нужно проработать. То есть вот эта энергия, эмоция, она должна как-то выплесниться. И они уплескивали в каком-то первичном критике, да, человек как бы несколько дней просто кричал, ну, то есть, как бы прорабатывал некие там внутренние напряжения. И вот такая вот практика, она вот как бы носила какой-то там смысл. И, собственно, эту практику и сам Хеллингер рассказывает, что тоже хорошо. И удивительно, что на этой практике он вдруг однажды, используя эту практику, обнаружил, что вот человек пришел с какой-то как бы внутренней там ненавистью, с каким-то внутренним напряжением. Они проработали практику крика, и вдруг он понял, что вот это ощущение, которое он ощущает, оно не является его. То есть этот человек сам понял. То есть человек понял, что как бы вот есть некое наведенное чувство на него. То есть он как бы на кого-то злился, у него было какое-то внутреннее напряжение. И тем не менее, он после вот этой проработки эмоций и крика, он понял, что он кричит как бы на кого-то. Но на самом деле об этом Хеллингер рассказывает, что вроде как у этого человека было как бы внутреннее побуждение кого-то убить, да, и он как бы защищался это тем, что как бы злился на себя. Но факт состоит в том, что он понял, что вот это вот желание он убить, это не его желание. И вот на этом как бы это одно из вещей, опять же, связанное с заместительностью. То есть на самом деле, когда говорят о расстановках, когда говорят о заместительстве, то ведь речь идет о том, что мы прямо в нашей жизни непосредственно уже расставляемся. То есть дело не происходит только где-то в терапии, да, не надо понимать это так, что есть какое-то там место, куда надо прийти, и там можно расставиться. На самом деле в реальной жизни мы уже кого-то можем быть замещаем. Обычно это там заместителями, мы можем быть заместителями, допустим, абортированных, например, прожиданных детей, да, там, наших братьев и сестров. Мы можем быть заместителями, допустим, предыдущих партнеров, наших родителей, и там, соответственно, отсюда могут возникнуть какие-то проблемы. А можем быть заместителями каких-нибудь наших бабушек, там, дедушек, и прадедушек, и прочих. То есть... То есть заместителями именно в нашей... Да, мы в реальной... Или заместителями другого. То есть мы являемся... Ну, как бы, вот, не знаю, вот, есть другой род, представитель другого рода. Он меня ставит в... Сейчас я расскажу, как бы, действительно, вот, это важная вещь, что, как бы, речь идет все-таки о семейных основах. Да, и речь идет о том, что... О неком роде. И, как бы, о неких ближайших родственников. На самом деле Хеллингей говорит о родственниках до четвертого поколения. Он говорит иногда, что его иногда проблема углубляется, там, доходит до десятого и двенадцатого поколения, но, как правило, это четыре поколения. Первое поколение – это все дети, второе поколение – родители, а также их братья и сестры, третье поколение – это бабушки и дедушки без своих братьев и сестер, и четвертое поколение – это бабушки и прадедушки без своих братьев и сестер. Но иногда, как бы, это углубляется. То есть, вот, собственно, речь идет о ближайших родственниках. И все расстановки, они ими носят название именно семейные расстановки. И, как бы, вот эти вот все родственники, они входят в такое понимание, как система, да, вот, есть некая система, в которую мы вплетены. Каждый человек вплетен в некую свою систему родства, и он в этой системе родства занимает определенное место. И здесь надо говорить, как говорит сам Хеллингер, о том, что мы каждый из нас думаем, что мы какая-то индивидуальная личность, и мы решаем это, допустим, и наше поведение объясняется нашей свободной волей. На самом деле это иллюзия. На самом деле мы вплетены в систему, и как члены системы ведем себя в соответствии с тем, как эту систему можно понять. В свое время мы вводили понятие эгрегор, и эту систему можно понимать как некоторый эгрегор, и этот эгрегор имеет также свое «я», имеет свою душу. И вот наша душа, а наше «я» является только частичкой этого эгрегора, и она, собственно, вплетена в него. Именно родового, независимо от других родов. Ну, там есть многоуровневость, но на нас влияет, прежде всего, наш непосредственный. И в эту же систему иногда вплетаются чужие люди, если они, как бы, случайно в эту систему не застряли. Какие это чужие люди? Это, допустим, партнеры наших родителей, предыдущих. Либо партнеры, допустим, могут вплестись, партнеры бабушек и дедушек предыдущих. А могут вплестись, допустим, жертвами, или убийцами, которые повлияли на то, что родовая система существовала, там кто-то вроде погиб, допустим, то жертва или убийца, там, соответственно, да, и тот человек, вот чужой, да, он тоже вплетается в эту систему. То есть система ведет себя как компенсаторно, да, она как бы существует, как некий гомеостазис, да, как бы, она существует некого равновесия. И если равновесие как-то нарушается в результате взаимодействия членов системы, да, допустим, как бы, что-то, возникает некий компенсаторный эффект. И вот он сказывается на том, что приходится, допустим, какому-то человеку, причем бессознательно, он это, он это, он сам не решает, это за него решает система, да, ему приходится замещать кого-либо. Обычно, как это возникает? Допустим, возникает убийца, да, в системе, этого убийцу система вытесняет, потому что он нарушает некий, как бы, вот, баланс того, как правильного поведения в системе, да. Но в силу того, что он вытеснен на самом деле, система, она разбалансируется, и она приходит в баланс и ищет как бы способы его вернуть, этого человека. И возвращает она тем способом, допустим, что какого-то нового ребенка, она в этом новом ребенке, этот новый ребенок становится заместителем того вытесненного человека. И, собственно, получается, что этот ребенок ведет жизнь уже не свою, а жизнь другого человека. Так получается, что вся система, любой член системы ведет не свою жизнь? Нет, там. Кроме первых, так сказать, программных... Терапия, терапия состоит в том, что она забалансируется с всему другим способом, таким, чтобы каждый вел свою жизнь. Это же как бы все описание ситуации. А где, собственно, объяснение? Как вообще такое возможности? С точки зрения его вроде бы здравого смысла, это как бы, например, какую-то мистику? Ну, есть будет это, как бы я попытаюсь дать два объяснения. Да, одно простое, прямое, а другое, как бы, немного заумное. Ну, просто вот, надо сначала просто в проблему саму ввести. Это получится так, что я буду рассказывать то, чего, как бы, нет. То, что непонятно. Еще в этой системе существует понятие совести. А вот к этому мы теперь переходим, постепенно, как бы, к тому, о чем я хотел сообщить. Интересно, что эту совесть Хельгер понимает, как некий инстинкт. По совестью принимается такое поведение человека, которое обеспечивает ему принадлежность к этой системе. То есть человек чувствует чистую совесть, если его поведение правильное, да, и воспринимается системой как правильное. И наоборот, нечистая совесть, да, угрызение совести, это когда человек ведет отношение рода, да, отношение системы своей, ведет неправильно, как бы, да, и вот у него возникает угрызение рода. То есть, собственно, как бы, совесть это некая инстинктивная составляющая функциональная, да, которая обеспечивает принадлежность человеку к определенному роду системе, да, к определенному роду роду. Или является индикатором. Да, как бы, это для человека внутренне, да, является индикатором на самом деле, правильно он себя ведет или нет. И совесть, как говорят, нами управляет, да. То есть совесть это не является никаким божественным голосом, да, это фактически является голосом рода, да, можно сказать, и нашего эгрегора. Вот система это как бы как эгрегор. Семейная группа, да. Да, семейная группа. Лучше говорить система, на самом деле, да, вот эта система, это, собственно, сама... Вообще говоря, эти расстановки иногда называются системные расстановки, да, и, собственно, как бы, понятие системы там очень важно. Причем система именно понимается в том системном смысле, что каждый элемент системы очень важен, и система сбалансирована в отношении ко всем элементам и прочее. То есть система как целая, она висает над каждым элементом и не сводится к своим, в частности, она как сверху, как у целого бывает нечто сверху, его элемента. Так же и система, она как существует, как и этот дух. Так вот, по поводу, и получается, что совесть, собственно, как бы то, что раньше предполагался как зов Бога, уже не является зовом Бога, а является зовом этого эгрегора. Что такое этот эгрегор? Это получается некое коллективное бессознательное. Почему коллективное понятно, почему именно бессознательное? Потому что я говорил, что в этих расстановках человек опускается до некого уровня телесного движения, вот этого, просто такая как бы аналогия или метафора, как вот пальцевые сигналы, да. Ну вот Игорь об этом рассказывал, когда с человеком общается на уровне движения, это не на уровне вербальном, да, не пытается, потому что на уровне вербальном человек может как бы, либо сам не понимать, что говорить, да, либо как бы обманывать. А на пальце на сигнале, и он уже не может обманывать, потому что непонятно, что такое обман, собственно. Потом, очень важно, что сам Хиллингер именно понимает вообще всю эту расстановочность в психоаналитическом смысле. Дело в том, что вот в нем действует некое бессознательное, и, допустим, он говорит о том, что это бессознательное не понимает, допустим, отрицание, да. Оно, оно, для него, вот как Игорь, это тоже, опять же, мы это обсуждали, тему, там, Игорь делал доклад, да, что как бы там именно бессознательное, для которого одно равно другому. Да, то есть там, как бы, вот оно немножко такое туповатое. Оно ведет себя, как ребенок. Вот, нельзя сказать, что это бессознательное, как бы, просто полностью физиологично, да, оно, скорее, именно, просто сознание более низкого уровня. Вот, в этом отношении неплохо вспомнить мгроб, да, в своей транс-персональной психологии. И у него есть такое понятие, как движение по тройку времени. Можно в результате определенного рода практики, там, да, там, холотормного дыхания, там, вернуться, скажем, по тройку времени своего, там, детства и даже дальше, там, в состоянии трансперсонального, там, в состоянии своего рождения, там, или, там, перинатального периода, то есть периода утробного. здесь мне кажется что в этих расстановкахPerfect потому что он отказывается заместитель полностью отказывается от все что наросло сверх его детского состояния ведь человеков, не рождается же не совсем ни кем-то он потом сразу рождается в ей сознание какого-то реакция какие-то инстинкты какие-то есть. и вот человек опускается до этих инстинктов и более того действительно опускается до этих инстинктов, он наиболее правильно ведет себя на расстановках. Там, прям на расстановках, так ведь и говорят. Что, как бы, не надо не о счет думать, как бы, надо просто чувствовать и действовать независимо, а то нравится вам это, не нравится. Просто действовать как вы чувствуете. И тот, кто действует совершенно непосредственно, тот наиболее близко подходит, так сказать, к тому, как правильно действовать. То, что иногда, допустим, люди сопротивляются. Пусть имеет такая ситуация неудобная. Допустим, двое мужчин, им надо как бы обняться, но мужчины, они хоть и находятся в состоянии расстановки, им все равно неудобно обниматься, там, прилюдно, или там двое женщин, иногда эти ситуации выглядят смешно со стороны, но тем не менее, вот если человек как бы настолько расслаблен, что не замечает вот этих условностей, да, что мы люди как-то там привыкли по отношению друг к другу на расстоянии держаться, то как бы он ведет себя наиболее правильно, то есть здесь надо опуститься до некого-то уровня бессознательного. Да, и теперь я просто хотел бы перейти, собственно, к тому, что я хотел сказать по поводу, вот, прежде что Стас задал вопрос, да, по поводу попытки объяснить, что это такое. Дело в том, что Стас опыт показывает, и сам я в этом опыте участвовал, что это действительная работа, да, то есть действительно ты участвуешь в расстановках, совершаешь некие действия, которые тебе не свойственны, да, и которые как бы как будто бы ты чувствуешь себя там, что как будто бы тобой кто-то там, тебя кто-то видит. Да, то есть, и чем больше ты как бы этому отдаешься, тем больше чувствуешь, что вот, некую инспирацию, да, как будто действительно там что-то происходит. Причем самое удивительное состоит в том, что человеку говорят, вот берут человека, вот сидит какой-нибудь там случайный человек, ему говорят, ты будешь его матерью. То есть человек ничего не знает, кто там, кто его мать, что и как, и как вообще это происходит, непонятно. Он становится и начинает себя странным образом вести, понимаешь, и как это происходит, непонятно. Можно объяснить это следующему, что действительно существует такое поле, как там, духовное поле, действительно там, оно как бы в этом поле вся информация о всяком роде записана, да, она как бы хранится там. В каком-то смысле ведь наш, если взять отдельного человека, ведь мы в процессе своей жизни, как утверждают физиологи, там, записываем всю информацию, нужную, не нужную, вот, и где-то вот она там, в нашу мозгу где-то там хранится, да. Вся-вся информация какая только попадает. Есть вот сознательная часть, да, которую мы, собственно, помним, да, а есть вот как бы вот вся, весь массив информации, вот где-то там записывается, зачем-то. И это мы можем предположить, что это происходит в силу того, что, как бы, организм зачем-то это нужно, там, может, там, перерабатывает это что-то. Зачем это нужно, непонятно, но есть такой механизм. Возможно, на уровне, как бы, рода, ведь род это тоже своего рода некая реальность, да, и, может быть, вот, есть некая реальность этого рода, да, и на уровне этой реальности тоже есть некая запись. Она, конечно, происходит по линии организма, но, тем не менее, род ведь как он существует? Он существует через отдельные организмы, но, тем не менее, записывается и родовая информация. Вся информация, которая существует в роде, по этой системе, она, распределяясь компенсатором, везде тоже записывается. Как эта запись происходит, это уже другой разговор, это уже надо изучать отдельно. И где-то она не так обязательно находится, а просто она распределена. Зачем можно же рассказать? Объясняется тем способом, что просто она в организме прописана какие-то образы. Есть индивидуальная, да, прописанная, а есть подписанная родовая. Ну, в каждом, да? Да, в каждом. В каждом нашли. В каждом некая бац, прежде чем у него флешка проявляется. Точнее, две флешки. Одна флешка его личная, генетическая, вторая родовая. А расстановки, что это такое тогда такое? Это некий способ доступа, да, вот. Вот смотрите, у нас есть эмоции. Это штука с блютусом. Ну, давай я расскажу, как бы, это отус собьюсь опять. Суть вопроса в чем состоит? Расстановки это, как бы, способ доступа. Обычный человек, когда расстановок не было, у него были какие-то эмоции. Он, допустим, чувствовал грех или что-то. Как ему с этим справиться? В пространстве наших чувств, да, а Хеллингер работает только на уровне чувств. Там никакого сознания там ничего нет. То есть он сам, как бы, сознает, он один, а все остальное там происходит на уровне чувств. Так вот, в этом пространстве, у нас не было пространства чувств, и мы не могли в этом пространстве чувств как бы разобраться. И для того, чтобы разобраться в нем, нужно было вот какую-то площадь выделить и что-то придумать, так вот эти фигурки расставить, да. И вот эти заместительные вещи, которые, например, в психоанализе уже присутствовали, да, просто, видимо, и то, которое Хеллингер обнаружил, когда занимался там вот этим криком, в котором первичная терапия, как я говорил, да, что мы на самом деле иногда чувствуем не свои чувства. Они указывали на то, что можно попытаться вот это вот наше чувство расставить в пространстве. А что это дает? Расставить в пространстве дает возможность осознать что-то. Вот некие фигурки мы в пространстве расставляем, ведь расстановки можно делать просто фигурками, не людьми, а просто фигурки расставлять. И можно эту фигуру расставлять фигурки делать как бы расстановку. Так вот, это расставление фигурок позволяет нам наши эмоции, которые как-то клокочут непонятно как, выставить для сознания, дать сознанию возможность их увидеть, пролить на них свет сознания. Когда мы что-то в пространстве расставляем, мы видим со стороны, что происходит. И можем уже, двигая эти фигурки, или когда сами участники расстановки двигаются, что-то с этим делать. То есть, это, собственно, просто метод, некий доступ к тому, что у нас происходит. Прежде всего, это доступ не к отдельному индивидуальному памяти, а именно вот этому родовому. Вот у нас, как я сказал, что, возможно, на уровне рода точно такая же есть запись всей информации, которая творится с этим родом. Причем Хеллингер именно утверждает, что ничего не пропадает, что все записывается. Вся информация, она где-то есть. Единственный сейчас способ к ее доступу, это вот с помощью расстановок. Но теоретически, наверное, может быть, когда-нибудь, может возникнуть и другие доступы. Так вот, это первое объяснение. Второе объяснение, я думал, надо этим, как можно к этому рационально отнестись. Рационально можно к этому отнестись тем способом, что, возможно, это вот есть своего рода... Такая... Когда люди становятся в остановке, это не инспирация своего рода, а своего рода как бы проявление коллективного, бессознательного, безотносительного рода. Вот мы все люди, да, и мы все примерно понимаем, что такое человеческие эмоции, да, что такое человеческое. И когда мы, как бы, у нас когда расставляют, да, мы действуем на неком примитивном уровне, а на этом примитивном уровне мы все одинаковы. И дело не в том, что состоит, что ты заменяешь эмоции другого человека, да, а дело состоит в том, что на самом деле ты как бы корректируешь свое поведение на уровне пальцевого этого сигнального зависимости от того, что как бы происходит вокруг. Ведь на самом деле, если вдуматься, эксперимент-то нечистый, ведь, во-первых, есть тот человек, остановку которого совершает, он присутствует, да, и он как бы рассказывает о себе какие-то подробности, рассказывает подробности о своей семье. И вот на этом уровне, как бы, телесного действия, да, вот там на этом уровне ребяческого мышления, когда ребенок мыслит непосредственно, как бы, своим телом, да, мы на самом деле к тому, что рассказывает человек, мы относимся и начинаем двигаться в пространстве каком-то. Это первое. Во-вторых, постоянно есть, как бы, обратная связь связи с тем, что, допустим, это движение поправляет ведущий. Ведущий сам, как бы, уже находится в сознании, да, он не находится на этом уровне, и он может корректировать движение, которое совершается в плане расстановок. Дело в том, что некоторые расстановки выглядят как-то неубедительно, да. Допустим, у Хеллингера есть такая привычка какая-то странная, или это просто кажется мне, там, ну, на этой почте я полагаю, что у него есть разлад, там, есть такое сообщество вот этих системных расстановок, они как-то с ним не могут поладить. У него есть какое-то внутреннее какое-то там самолюбование, что-то, он как бы любит, как бы, что-нибудь, допустим, такое заранее предсказывает, там, он, допустим, садится в шоке и говорит, не, ничего не говорите, сейчас, типа, я сам догадаюсь, там, типа. И как бы догадывается. И иногда складывается впечатление, что он ничего не догадывается, а попав в простах, начинает придумывать, знаете, вот, как бывает, скажет что-нибудь, да, это, наверное, вот так, а потом чувствует, что сказал что-то не то, и начинает, как бы, пытаться доработать, чтобы это было так. И вот иногда такие неловкости вот в расстановках случаются. То есть, возможно, на самом деле, большое значение имеет, кто ведущий. То есть, и это не только мной замечено, а сами расстановщики говорят, что этот метод не является до конца научным, поскольку ему невозможно научить. То есть, вот некоторые люди, можно рассказать об этом методе, а некоторые люди получаются, а у них-то их нет. То есть, это как бы непонятно, на чего зависит. То есть, от каких... Один человек может это как бы чего-то там понимать, да, у него какая-то интуиция работает, а другой там учит, учит его, но у него еще не получается. То есть, здесь нету какой-то вот чего-то того не хватает. И, возможно, расстановки, на самом деле, это вот своего рода такая театрализация, да, но в которой мы участвуем не на уровне вот высокого сознания, да, вербально, а на уровне вот этого телесного движения. Как бы, условно говоря, есть ведущий, который нас как кукол водит, да, а мы как бы пытаемся это сделать как бы правильно, все, наверное, на этом уровне, да, так, как нас коллективно-бессознательное там призывает. То есть, мы примерно понимаем, что надо стремиться как бы к любви, да, потому что мы все понимаем, что любовь – это хорошо. И вообще говоря, если у Хеллингера почему-то есть даже такое убеждение, на самом деле, что вот эти все расстановки, и вообще есть... Кстати, я говорил о совести, кроме совести личной, совести коллективной, еще существует как бы такая высшая какая-то совесть, которая все стремится привести к одному, да, и для этой высшей совести вот как бы добро и зло убийцы, и как бы насильник и прочее – это все одно и то же, все равносильно. То есть, она как бы вот находится в такой любви и пытается всю эту систему, как бы вот всех людей, которые из этой системы выброшены, да, всех обратно ввести, да, вот в эту систему. Она как бы вот некая высшая любовь. И это напоминает о том, что вот мы говорили в свое время о Боге Грегоре, да, вот у них есть как бы вот такое высшее понимание совести, да, уже некая сила, как он говорит, причем он как по слову Бог избегает сейчас, а просто говорит о некой силе, да, и говорит просто доверьте силе. Есть некая высшая сила, и она нас почему-то двигает к любви, к некоему равновесию, и почему-то это равновесие обязательно в любви. Причем он на этой почве нажил себе врагов, потому что по его пониманию, убийца и жертва, они на самом деле равноправны для этой совести. И равновесие достигается тем способом, что убийца должен признать и в своем сердце с любовью отнестись к своей жертве, и жертва должна признать убийцу, и в своем сердце отнестись к убийце, и они должны обняться, как это на остановке случается. И он на основе этого, когда обсуждался вопрос о том, как немецкому народу быть с еврейским народом, то он призывал, чтобы Гитлера вроде как надо простить, и евреи вроде как должны Гитлера отнестись к любовью, и с этой любовью к своему сердцу выделить место. Ну, это был скандал. Ну, просто Хеллингер последовательный человек, но, вообще говоря, он же в Гитлера-Югенте служил в молодости, и, в общем, за ним закрепилось, что вроде как какой-то фашист. Ищи, прощи. Прикусишь нечаянно язык себе, зубы же выбивать не станешь. Ну, и здесь еще, вот я хотел обратить внимание, что Хеллингер был в свое время пастором. Да, это опять же к объяснению того, что можно рационально объяснить, что такое расстановки. И все его расстановки, они очень похожи на то, что сказал бы любой пастор. Да, то есть, как бы вот все расстановки всегда связаны с тем, что Бог есть любовь, да, прости своему ближнему, и сколько раз надо прощать, там, да, там, что надо коопняться, что Бог, там, кстати, любит всех, независимо от того, там, гречник он или праведник и прочее. То есть, вот эта вот христианская тема, она неизбывна постоянно. То есть, если бы, допустим, к этому можно отнестись, как относится, допустим, к шаманству, да, вот, как к Гроф относится. Он говорит о том, что вот есть некая реальность, да, там, шаманство просто, вот эта реальность как бы отражает, да. Ну, вот все религии, они не просто на пустом месте возникли, а вот они все-таки возникли из опыта, да. Был опыт определенного рода, там, трансперсональный, и к этому, ну, и связан, допустим, с потреблением, там, наркотических всяких веществ, там, грибов и прочее. Этот опыт, как бы, он выработал ту практику, которая существует в религии. А потом уже, это Гроф, я уже Гроф расскажу, да, а потом уже в процессе, как бы, эволюции, да, мы потеряли связь с этими практиками, и мы только затвердили некие идеи, да. И мы теперь религию воспринимаем теперь как учение, да, как некую систему догма, а это неправильно, что, на самом деле, есть только религия, он в практике. И вот для того, чтобы понимать что-то, надо просто к этой практике обратиться, там, и так вот учат, и поэтому надо, вот, достигнуть трансперсонального понимания сознания. Так же и здесь, на самом деле, у Хеллингера наблюдается, получается, что, как бы, вот есть, можно было бы отнести здесь к тому, что происходит на словах Хеллингера, как к тому, что, вот, некие практики, которые есть в христианстве, да, что они просто всплывают, как бы, и каждый раз мы видим, что в расстановках возникают какие-то христианские темы, постоянно, там, вина, там, совесть, там, и прочее, прочее. И, то есть, а можно понять это так, что сам Хеллингер все это внусят, да, что, вот, он, собственно, поскольку он единственный человек в расстановках, который сознает, да, он единственный человек, который размышляет, он сам, на самом деле, навязывает некие свои внутренние установки, да, как бы, он в системе людей, да, причем людей, на самом низком уровне, на уровне телесного движения, он как бы навязывает некие инструкции, как бы дает. То есть он как бы и составляет алгоритмы этого движения. Причем это происходит, с одной стороны, как бы непроизвольно, поскольку я сказал, что люди двигаются в неком... Когда люди двигаются на телесном уровне, у них есть некоторые алгоритмы коллективно-бессознательно, то есть уже как бы встроенные в нашу коллективную жизнь. А с другой стороны, он как бы постоянно коннектирует вот этими своими вставочками, дополнениями, словами. Про абортированного, про убийцу и прочее. Про свои догадки какие-то даже странные. Допустим, он шизофрению и объясняет тем способом, чтобы в одном человеке возникло замесчение и убийцы, и жертвы одновременно. И вот у него как бы он находится в разладе таком. Ну, такие объяснения немного странные. Ну, это как бы я просто не берусь судить так просто. Может быть, это и так, да. Мы обсуждать не будем. Ну, и теперь как бы непосредственно уже как бы к богословичу, что я хотел бы сказать, да. Вот во всем этом, что мы видим у Феллингера, да, несмотря на то, что... То есть, несмотря на то, что речь идет все-таки о некой высшей силе, о неком духе, так. А хотелось бы, чтобы этот дух все-таки имел как у Гегеля, да, какую-то вершину. Вот у Гегеля тоже ведь есть дух. Там тоже единичные сознания есть, там, и все-таки есть некое восхождение какому-то духу. И этот дух, на самом деле, находится на высокой степени, не абстрагирования, да, на высокой степени, на высоком уровне как бы и вербального, и любого. И вербального мышления, и мышления там, и невербального мышления, там, и... Получается, что у Хеллингера как бы этот дух является на низком уровне, да, то есть, это какое-то коллективное бессознательное. То есть, вот такой раз, да, получается, что тот дух, который есть в расстановках, он не дух Гегель. Ну, я в свое время пытался, как бы, вот, у меня была такая интуиция, да, и я уже ее рассказывал, когда различал мышление и сознание. Я говорил о том, что Бог не является мышлением, а Бог является сознанием. И вот тут возникает определенного рода интересный делик. Да, вот, что если Бог является сознанием, то возникает, с точки зрения богословия, два способа отношения к Богу. С одной стороны, если Бог сознание, то оставаться в сознании, да, это значит оставаться в Боге. То есть, если Бог сознание, то если мы усиливаем свое сознание, если мы совершенствуем сознание, значит, мы совершенствуемся в Боге. И такое понимание, оно характерно для отечественной философии, да, где на самом деле были понятия теоргии, да, где было понятие богоуподавления. Ну, надо сказать, что сознание – это то, что у тебя находится вне мышления. То можно быть сознательным, но в это время, наверное, не мыслить. Не, ну, как бы, давай, как бы я это уже решить, просто разговор. Просто каждый понимает, что такое находиться в сознании. Это неважно, на самом деле, мыслим при этом или мыслим. Просто я делаю упор и акцент на том, что важные здесь аспекты – именно сознание, а не мышление. То, что если Бог – мышление, я потом про Бог как мышление тоже скажу в несколько слов. Дальше. Так вот, важно просто, что если мы понимаем Бога как сознание, ну, да, если даже мы Бога как мышление понимаем, все равно бы это означало, что находиться в мышлении – это нас jusque находиться в Боге. Мы говорили御 Арестопика. Арестопика – или Бог понимает свое мышление. Это означает, что мыслить – это некое божественное действие. И всякий человек, который находится в мышлении, находится в Боге. Понимаешь, это как бы некое достойное действие. Так к этому должны все люди стремиться. Все люди должны стремиться к мышлению. А тут, если мы говорим о том, что Бог есть в сознании, то все люди должны, наоборот, находиться в сознании и быть в сознании, как бы, и усиливать свое сознание. Это одна сторона вопроса. Именно античное понимание вопроса, да? А теперь существует фейсианское понимание вопроса. Оно иное. Оно состоит в том, что, как бы, есть индивидуальное наше сознание, да? И мы должны отказаться от нашего индивидуального сознания ради всеобщего сознания. То есть, обратная ситуация. Мы должны в сознании не уподобиться, как бы, не усиливать свое сознание, а, наоборот, отказываться от своего сознания ради того, чтобы в наше сознание вошло всеобщее сознание, именно сознание Бога. И вот эти все вот роды молитвы, все роды практика, там, посты, там, да, как бы, там, уменьшение свое тело, там, береги, там, столкничество и прочее, есть не что иное, как направлено на то, чтобы мы войти как-то вот в это всеобщее сознание. И правильно в свое время, как бы, обсуждался этот вопрос с той стороны, что это значит, да, для нас было это значит, если мы теперь понимаем немного больше, чем христиане, это древности. То есть, мы понимаем, что такое расстановка Хеллигера. Что это означает, вот, войти вот в это коллективное бессознательное. Отказаться от своего индивидуального сознания, это значит войти вот в это вот некое бессознательное состояние, да, войти вот в это вот то, что, ну, можно было бы назвать это эгрегором, да, или духом, вот как духом, духовным полем, да, как об этом говорит Хеллигер, да. Войти в это духовное поле. Это вот второе понимание. Но на самом деле в этих двух пониманиях, оба эти понимания важны, потому что, в смысле, с точки зрения первого понимания, когда, если есть Бог в сознании, мы должны подобиться этому сознанию, то есть больше сознавать. Ведь в христианстве ведь тоже существует понимание греха. А ведь грех – это мы должны избегать зла и двигаться к добру. И делать это мы можем только с помощью того, если усиливаем свое сознание, да. Усиливая свое сознание, мы можем достигнуть развлечения в этих вопросах и понять, как надо действовать, да. Получается, как бы, некое противорище. Что на самом... что, с одной стороны, мы должны усиливать сознание для того, чтобы избегать греха, чтобы делать добро и избегать зла. А с другой стороны, мы должны свое сознание, как бы, бросать, как бы, под ноги Богу, да, чтобы в нас селилось вот это всеобщее сознание, да. То есть мы должны в молитве, в посту и прочее отказываться от своей индивидуальности ради некой всеобщести. И это противоречие, оно в христианстве присутствует. В христианстве есть некая метания. И, собственно, эти метания могут разрешиться только в том случае, если мы разделим двух богов. Есть бог сознания, в смысле Гегеля, высший дух, к которому мы восходим, и в котором мы сохраняем всю нашу индивидуальность. И которому мы можем поклоняться только в том смысле, что если мы сами усиленно сознаем и настаиваем на своей индивидуальности. То есть на самом деле у Гегеля ведь как это происходит? Мы настаиваем на своей индивидуальности, но тем не менее через нашу индивидуальность растет также и бог. Потому что мы представляем собой некую форму бога. Это один способ. Это один бог, которому можно поклоняться. А второй бог, это вот тот бог, как у Хеллингера. Бог как любовь, но любовь она именно родовая. Некий родовой дух. Почему Хеллингер об этом говорит так? В свое время он был миссионером в Африке, ему там задали вопрос. Он говорит, хотите служить людям или идеям? И он там вот об этом пишет, что у него там был действительно существенный вопрос. Он долго думал, всю ночь не спал. В итоге решил как бы с пастерством покончить. Потому что действительно он понял, что как бы надо служить людям. Ну, об этом он так говорит. Он вообще говорил про христианство, обычно стороной обходит. Но он говорит так, что он служит как бы жизни. А мораль как бы она против жизни. Да, и вот то, что он служит жизни, это есть не что иное, как бы утверждение того, что то, что он называет богом, да, то, чему он апеллирует, как высшие силы некое, это не что иное, есть как родовое начало. Вот это нечто родовое в нас, да, вот есть таки все древние боги, они все боги рода, все боги родовы. То есть непосредственно, как бы, с точки зрения богословия, как бы, Хеллингер возвращается к этому родовому пониманию бога, да. То есть бог есть род, и все, как бы, древние религии, все языческие религии, они именно проповедовали такое понимание бога. И вот это вот древнее понимание бога, да, оно на самом деле коренится не каких-то высших уровней в сознании. Так, оно коренится в этой вот коллективной безсознательной, да, причем именно потому этому богу приносили жертвы, да, и именно потому, что сейчас эти культы были очень там жестокими, что просто этот бог, он был бессознательным богом, да, и требовал от людей именно каких-то бессознательных действий, да. То, что как бы они чувствовали, да, они чувствовали, что это надо делать, да, что надо какие-то жертвы приносить, и они их приносили. Причем во всех этих движениях у Хеллингера, опять же, происходит именно эта жертва, когда, например, ребенок жертвует собой ради матики, То есть ребенок чувствует, что мать кладет, допустим, ушедшему из жизни человеку другому, она хочет тоже уйти к нему, и ребенок предлагает ей на этом бессознательном уровне, давай лучше я уйду, а ты останешься, и тем самым у ребенка возникает много проблем, допустим, он не учится, и не могут понять, почему он не учится, вроде прилежный ребенок, потом выясняется, что он хочет, он замещает мать, хочет уйти к умершей сестре матери, и заместить в этом движении свою мать. А потом как бы расстановка осуществляется, как бы система сбалансируется, и вроде как совершается терапия. Но факт важен, что вот этот второй бог, да, вот этот бог родовой, он на самом деле бог жестокий, он на самом деле не бог добра. Почему? Потому что вот этот, в этом бессознательном уровне все различия стерты, там нету различия добр и злой, там как бы все для вот этой любви, да, родовой, все важны. Причем исключенные, причем за жестокие преступления, за неправильное поведение, в любом отношении, в любом понимании как бы человеческих отношений, да, там какой-то насильники, там убийцы и прочее, прочее, все они как бы вот этим коллективным бессознательным обратно призываются. Да, вот какая-то странная такая жестокая любовь, да, там типа все нужны, как бы, да, всех собирают. И причем она питается вот этими новыми младенцами тем способом, что заставляет этих младенцев жить в чужой жизни, чувствовать чужие чувства, да. Почему-то вот это пропагандируется Феллигером как правительство, да, потому что вот типа вот эта любовь такая эгрегориальная, вот она так себя проявляет, и надо типа ей поклоняться. То есть как поклоняться? Получается, что младенцев эта любовь как бы кладет на жертву какое-то свое влечение, какое-то своего родового начала. На самом деле в христианстве, изначальном христианстве, не современном, а изначальном, существовало противостояние истинного понимания Бога и понимания Бога как рода. Потому что вот иудейский Бог, да, как он понимается в Библии, да, вот Бог как бы господин, да, господин некого народа, как там говорится об Израиле, как о сыне Боге, да. Вот этот Бог, он на самом деле родовой Бог, да, он не Бог там каких-то там народов, он конкретно Бог и там Израилитет. И точно так же в Отечестве у других народов были другие боги. Когда воевали боги, там просто это назначало, что воевали народы, то, что было на небе, то было и на земле. Так вот христианство первой религии, которая универсализировала отношение Бога к людям. Она выступила с тем отношением, что Бог любит всех, независимо от того, там, является он иудеем, там, и греком, там, являясь мужчиной или женщиной, рабом или господином вашим. То есть некому возник вот этот универсальный Бог, и он противостоит всем родовым богам, да. Это вот тот самый Бог, как идея, да, против которого Хельмин, собственно, и выступил, когда мне этот вопрос задали. Вы как бы хотите служить, помогать людям или служить неким единым и идеалам, да. То есть, на самом деле, вот этот Бог, как идеал, да, вот этот Бог, как некая универсальная сущность, как идея, да, вот этот богословский Бог, он должен быть просто правильно понят. Он понимался богословами, как мышлением. И теперь вот как раз вопрос о том, почему это так. Дело в том, что Бог, как сознание, он не может ничего творить. Сознание ничего не творит. Сознание только свидетельствует, да, сознание только как бы констатирует. То есть, оно просто, как есть некая ясность, как свет, да, который проливается, как бы, и все высвечивает. А Бог, ну такой Бог, понимаешь, такой Бог не является Богом для того, чтобы рассматривать некую динамику мира. Потому что древняя динамика мира, вот это все, там, космогенез, там, это, теогенез, он всегда понимается, как динамика происхождения, да, вот, как родовая динамика. И вот надо было эту родовую динамику ставить, что Бог должен был обязательно почему-то творить мир. А творить мир может только мышление, то есть, по аналогии, как мышление, значит, нечто конструирует. И поэтому Бог у богословов, оно именно мышление. То есть, богословы, находясь в мышлении, размышляя о Боге, они и Бога сделали мышление для того, чтобы Бог, как мышление, мог творить мир. Именно вот этот Бог, как мышление, он является какой-то кривой и косой, да, какой-то недобог, да. Потому что, как бы, возникает много проблем, связанных с тем, как он это делает и прочее, прочее. На самом деле, если возвращать, как бы, движение богословское в правильное русло, и в то русло, в том числе и христианство, на котором стоит, что Бог есть сознание, то все мы находимся в сознании, не все мы находимся в мышлении, да. Бог, как мышление, нам не доступен, он как-то там совершает какие-то свои действия в мышлении, а обычный народ через занимается. Но Бог, как сознание, он доступен всем. Являемся ли мы человеком, там, обыкновенным, там, рабом, там, или господином, там, кто-то из нас там профессор, а кто-то из нас обыкновенный работяга, Все мы находимся в сознании, то есть все мы находимся в Боге, но в Боге, в таком Боге, который ничего не творит, который просто на самом деле, почему он является все-таки Богом, как любовь, да, вот как солнце светит, он просто как бы взирает на нас, он как вот это свидетельство. Вот это вот, это уже совесть, которая понимается не как инстинкт, да, инстинкт принадлежности группе, я, допустим, нахожусь в некой группе и должен соответствовать неким нормам, да, если группа видит, что я эти нормы не соответствую, да, ну я проще сам себя это чувствую в виде совести, да, я меняю свое поведение. Нет, вот есть некая другая совесть, да, совесть как свет, как бы я вот в виде этого света, в виде уже высокопонятого сознания, не сознания на уровне телесного телодвижения, да, детского сознания, на уровне высокого организованного сознания, вербального, я в этом сознании нахожусь и как бы понимаю, что на самом деле, что бы я ни совершил, на меня как бы вот этот свет светит и это свидетельство осуществляется. И вот этот вот стыд, да, вот эта вот внутренняя совесть, она возникает не из того, что как-то где-то там какие-то мои родственники там что-то совершили, и во мне это там как-то бурли. Она совершается в том смысле, что я могу, я осознаю, что это совершенно неправильно. Осознаю в свете вот этого некого свидетельства Бога как сознания. И как бы соотношение того богословия, которое исповедует Хеллингер, и того богословия, которое вот я сейчас рассказал, и которое я считаю является богословием христианства, следует сказать, что Хеллингер исповедует Бога как эгрегор Бога, как древнего Бога родового, да. И этот родовой Бог страшен, потому что он от нас требует жертв, он от нас требует жертвоприношения. И эти жертвоприношения совершаются в том числе, и как бы и расстановки это доказывают даже, да, они же доказывают, что на благо этого Бога рода кладутся просто жизни, жизни и жизни, да, вот эта вот грязь, вот этот мусор, да, вот человеческие отбросы, да, вот которые в человеческих отношениях возникают на таком низком уровне, на уровне телесного взаимодействия. Вот это вот все как бы, это вот и есть то, что можно было бы отнести к эгрегору, да, вот этому коллективному и несознательному. А тот Бог вышел в сознание, как некий свет, да, который светит всем, как нечто, к чему можно стремиться, да, что можно любить, просто в силу того, что этот Бог как бы он просто как бы констатирует, и ты в нем как бы находишься постоянно, поскольку ты просто сам есть сознание, да, и ты счастье этого Бога. Это просто более высокий уровень, да, это не есть некая идея или идеал, это просто как бы попытка остаться вот в этом индивидуальном сознании и тем не менее в Боге. И этот Бог другой, он не является Богом богословов, а Богом богословов, вот это Бог как мышление, это опять же некий неправильный Бог, да, это вот некий искаживый. В некотором отношении мой доклад был как бы попыткой как бы вернуться, а мы уже этот вопрос обсуждали, к обсуждению того, как можно соотнести Бога как эгрегора и Бога как Бога богослова, да. Я просто через язык Хеллингера попытался еще раз обсудить эту, вести как бы Бога в некотором более правильном виде, да, то есть попытаться как бы сбалансировать отношение к Богу. Ну все. А что, кстати, является терапией расстановки Хеллингера? В чем заключается терапия? Терапия состоит в том, что в системе есть дисбаланс. Этот дисбаланс – это компенсация. Он вызывает в определенного рода членную систему какую-то болезнь. Ну, так, позвоночник, если помнишь, как бы, если там… Я понимаю, ну, грубо говоря, вот… Возникает дисбаланс, что-то там в этом… Я понимаю, в качестве примера, там, того же, например, да, то есть вот ты говорил там про… Про того, что там есть убийца, или ребенок, например, вот там пытается заместить уход матери, так сказать, это самое… Такая хорошо расстановка была поставлена, так сказать… Ребенок осознал, что он учится плохо, потому что он хочет заместить. В этом терапия заключается в том, что охранена вся система. Система приводится в некое новое состояние. Ну, в том же дело, в том, что она осознала… Какая-то система, если люди чужие… Подожди, у тебя… Рассказывай какой-то, например, ребенок. У тебя шизофреник. То есть у тебя, когда-то несколько иноса, и семье произошло убийство. Одного осознанка другим. Не, не обязательно. Я тоже так думал, но, на самом деле, это не обязательно. Просто тот чужой человек, который участвует в этом… Я думаю, что все-таки осознанка. Я осознанка. Не, не, не. Хеллингер сам говорит, у него там, что все-таки в систему могут входить чужие люди, если они оказываются сильным влиянием в систему. Вот он, например, жертва или убийца там, они входят… Хорошо, но терапия-то делается для одного человека? В том, и проблема. Терапия делается не для человека, а для системы родовой, в целом. Вся система в целом. Подожди, подожди. Не, не остались. Вот у тебя один родственник пришит другого волосника. У тебя родилось сейчас женское поколение шизофреник. Ты делаешь групповую терапию. На роль жертвы… В групповой терапии участвуют чужие люди, не родственники вообще. На роль жертвы. Ты находишь, что у тебя вот такая проблема в семье, на роль жертвы и на роль убийцы. Назначаешь разных людей. Хорошо. А в этом время не присутствует там? Да, да. Может и не присутствует. Может и не присутствует. А кто присутствует? Может его мать. Люди из рода, из этого рода присутствуют? А кто из рода? Нет, может никто не присутствует. Вообще из рода не присутствует? Да. Я проверил расстановки, где вообще никто не присутствует. Ну обычно, кто-то, кто заказывает расстановку, там присутствует. Нет, нет, может никто не присутствует, Игорь. Это точно. Я просто не присутствовал. В общем, вот такая штука. И тогда они, вот эта жертва, должна простить своего убийцу, а убийца испытать никому ненависти и что-то еще. Дело не в прощении, они должны друг другу признать, как он говорит, что в своей душе найти место. Да, найти место, да. Они должны с дубой обняться. То есть абсолютно чужие люди встали в такую расстановку, признали это. И эта расстановка повлияла на тех людей, которые здесь даже не присутствуют. Это так считается. То есть целый рот выправился вдруг. Да. Вот это мистика. Да, да. В этом состоит терапия. И потом она пришла, оставила нас, пришлась потом домой. А у нее ребенок излечился. Я по-моему, переслечу, я не знаю. То есть практически не получается, что, ну, грубо говоря, я заказываю расстановку, например, для Булата. Он даже об этом не знает. Да. Прекажут? Да. Да. Рассказываю. Да, да, да. Я принесу БАТ. Рассказываю. Ладно, или нет. Ладно, ладно. Рассказываю. Ну ладно, в общем, рассказываю. Ситуацию. Я, когда с этим делом ткнулся с Селены Борисовны, при Селине, говорю, а вот у меня долг есть, по Стасу говорю. А нельзя его на этой системе. Ну, говорят, что он уряд ли это, говорит, поможет. Это дело такое очень сложное, говорю. Но вы можете это сделать, прийти к тому, что мы вас на этом-то не расставим. Но будьте готовы к тому, что у вас будет после этого, ну, вы же будете заместителями как бы Стаса, будет там, ну, плохо вам будет еще целую неделю там или что-то, но у вас окажется очень сильное негативное влияние. Ну, вот так. Ну, Стас, как это поможет или не поможет? Ну, считается, что поможет. Полагается, что поможет. Хорошо. А как это скажется на тех людей, которые в этом участвовали? Очень сильно сказывается. И Лёху после... Эмоционально? Расстановка, решил больше в них не участвовать. Один раз у него были суицидальные даже такие, как бы, пазлы там. Одна девушка потеряла там сознание, в больнице лежала какое-то время там. То есть это все не так просто. Это как бы сказывается. И причем, как бы, то, что можно на христианском иске Песарщина, там присутствует в полном росту. То есть люди потом не могут выйти реально. Их оттуда выводят там. Чуть-то как не издание бесов там. Мне кажется, если получается, что я вот сейчас здесь сижу, а где-то там происходит расстановка, которая меня сейчас определяет. И это, на самом деле, как бы новое оружие. Да, ты понимаешь? Ну, мы этот вопрос не ставим нагадно по поводу оружия. Что сидят где-то подвинутые станции, типа того что? Ну, типа Шамбала такая. Да, Шамбала такая сидит в Америке где-нибудь под Пентагон. И она говорит, вы там русские, типа того что должны пить, курить, там что-то соуккупироваться. Курить на результаты олимпийских. Да, математики. Ну, разумеется, инженерная культура у вас должна быть низкая отсюда и низкие показательные. Вот так они сидят себе. А вообще-то в представлении крестьянцев есть, что молитва может что-то изменить. Но что может изменить молитва, казалось бы, да? Это та же самая расстановка. На самом деле. Молиться за Кабона. Ну, типа считать, да. Это, как говорят, расстановка между собой и Богом. Нет, нет. Ну, просто как бы, я делал то, что расстановка это просто нечто растянутое пространство. А молитва это просто сжатое воно. То есть, в молитве, как человек что-то делает, он просто как бы замещает. Понимаешь? Я не знаю, кто кого здесь замещает. Это, наверное, надо болеть. Ну, то есть, вот такой способ. Ну, своего рода это тоже. Павление миром. Павление миром. Я вообще говорю, представление о магии. Да, что такое магия? Да. Магия это и есть, когда человек делает мастер пассы, да? А у него это изменяется. Я говорю, что это получается, что вся наша жизнь это есть расстановка? Да. Именно это. Подожди, подожди. Именно это. Подожди, мне облигай. То есть, то, что там существует, или наше общество существует, существует рабочий коллектив в офисе. Я, на самом деле, этим образом занимался фактически. Речь идет о том, что расстановки терапевтические. Это только способ доступа. А на самом деле, мы постоянно находимся в расстановке. Нет. Правильно, что мы постоянно находимся в стихии коллективного бессознательного. Какой расстановка? Но расстановка это способ проявить его для себя. Это способ доступа. Показать его сознание. Проявить для сознания. Это расстановка для какого сознания проявить? Нет. Для сознания терапевта, чтобы терапевт мог что-то с этим сделать. Как терапевт может осознать, какая проблема есть? Он берет вот это вот сжатое в кулак эмоции, он берет их в пространстве растягивание, и расставляет фигурки, и смотрит, что происходит. А потом уже на уровне своего мышления пытается понять, что же такое есть. У него есть некоторый опыт. То есть расстановка делает на уровне сознания, а результат выходит на уровне мышления. Нет. Расстановка делается на уровне тела. Теоретское движение. Как игра в шахматы. Сознание. Думаете? Хотели войну выиграть. Нет. А вообще говоря раньше, знаете, когда на ход ушли, сначала они рисовали рисунки, как там, копиями попадают, они, да, они, как бы, нет ни магией занимались, да. А потом они шли, и успех, и считалось, что это гарантирует успех. А жертвоприношение перед войной. Говорят, что перед какой-то там битвой, еще во времена, там, ну, там, классической Греции, там, вот, перед битвой, я не помню, какой-то морской, по-моему, битвой, там, принесли жертву, там, двенадцать, там, сколько-то младенцев специально. То есть, казалось бы, люди, тогда уже была философия классической эпохи, там, была развитая, казалось бы, люди были цивилизованы, да, тем не менее, вот такой, как бы, архаизм такой странный, да. Принесли младенцев ради успеха битвы, да. Кому-то там. В некотором случае, спортсмены ту же самую расстановку идут. То есть, они тренируются для того, чтобы там где-то, а потом быстро... Да, дело не в этом. Из ростов в чем состоит? Вот, например, ты, Володя. Вот, как бы, когда на семинаре присутствует, ты ведешь себя определенным образом. Там, с друзьями ты ведешь себя другим образом. Там, например, на работе ты ведешь себя третьим образом. На самом деле, это все расстановки. Вот, когда Меды пишет про игры, которые играют люди, да, и люди, которые играют в игры, это все о том же самом. Мы, как бы, входим в некую ситуацию, мы, как бы, одеваем на себя расстановку работника и действуем как работник. Понимаешь? Это, на самом деле, заместительство. Я понимаю, это получается, что человека как такового самого и нет вообще в принципе. Но это уже всегда… Мы обсуждали эту проблему. Это же проблема, на самом деле, каким образом, где подлинное «я», есть ли оно вообще. У Хеллингера подлинного «я» нет. Есть просто некое коллективное «я», а оно подлинное, да. А вот такого, отдельного нашего подлинного «я», его нет, оно как бы растворено. И, на самом деле, когда ты действуешь, ты не понимаешь, то ли ты действуешь, то ли через тебя действует вот это вот коллективное бессознательное «я». И он считает, что… Он даже в одном месте сказал, что вы думаете, что вы свободны, а на самом деле вы не свободны. На самом деле вы фактически управляетесь некоторым другим я. То есть даже человек может об этом не знать. А им руководили родовое начало коллективной весны. Человек руководит другим. Ну то есть он по большому счету открыл, помимо генетической, то есть физиологической условности наших поступков, он открыл еще некую такую ситуацию родовую. Он на самом деле ничего не открыл, он просто логически постепенно пришел к этому. Он просто придумал каким-то способом, можно было бы вот это внутреннее, некие эмоции заместительные, как бы можно было бы пытаться с ними работать. Реально как бы уже в психоанализе, я говорил про трансфер, что в психоанализе заместительность это есть, потом как бы... В психоанализе это другая заместительность совсем. В психоанализе именно вот эти фигурки шахматные. На дело в том, что мы ведем себя в различных ситуациях. Допустим, ситуация работы, ситуация домашняя, ситуация на стадионе и так далее. И везде мы на самом деле за кого-то замещаем. То есть на самом деле мы всегда, как мы раньше говорили про форму, да? Человек одевает некую на себя форму, и в зависимости от ситуации он просто в разной форме находится. Так вот это и есть заместительность. На самом деле заместительность это просто норма жизни. Мы каждый раз по-разному ведем себя по отношению к разным людям. Просто потому что у нас одни отношения с матерью, другие отношения с родственниками, третье отношение с друзьями, четвертое отношение с чужими людьми. И мы каждый раз другие. Мы каждый раз замещаем кого-то, если так можно выразиться. Про это можно сказать, что мы каждый раз играем в некие игры. Вот есть некие игры, в которые мы привыкли играть. А буквально перейти идет только об этом. Другое дело, что на самом деле существенной для нас является, с точки зрения терапии, именно вот эти расстановки родственные, семейные расстановки, именно они на нас влияют ближайшим образом и сильнее всего. Просто как опыт. Ваши игры, этот самый, ядерный реактор, это не есть расстановка? Есть, точно так же. Ну, не родовая, а вот... Да, да, да. Это попытки уже других расстановок. А вот с играми высокого порядка. Они даже пытаются работать с играми государств. То есть расставляют как бы государство. Человечество, это же род. Да, можно рассматривать такую глобальность, как человечество в целом. И пытаться здесь также смотреть, как активный предсоздатель всего рода человеческого. Пытаются работать со всеми этим. А можно Бога пригласить тоже вот так этот род и на него повлиять? Только как бы, собственно, род как целый, это и есть Бог. Ну, вот. То есть, только как бы продолженный сюда, в сторону прошлого, как все мертвые, и в будущее, как все, которые будут рождены. Некое вечное начало, да, которое вобидит в себя все. И всех при немало. Не, ну вот так вот понимаем, в эфире мира Бога. Давайте войну в Сербии остановим сейчас. Ну, да, Савадим. Собрали несколько мудрецов и остановили эти, потому что. Ну, говорят, что, если так другие мудрецы могут собрать по поводу войны в Сербии, то ты получишь по ушам. До рассматривания все это. Не, ну, возможно, что расстановки невозможно делать во зло. Возможно. Потому что Кейнгер всегда уверяет, что как бы все, он все равно как бы стремится к равновесию к любви. Да, вполне возможно, что только зло и можно делать остановки. Нет, ну, дело в том, что он говорит, что с точки зрения вот этого начала, да, родового, там нет как бы добра и зла. То есть добро и зло понимается, знаешь, как у него, как действие, которое мешает тебе принадлежать роду. Вот когда ты совершаешь правильные действия в отношении того, что ты принадлежишь роду. Когда ты отсекаешь себя от роду. Вот это вот сложно. Когда ты, наоборот, совершаешь действия, которые способствуют роду. Все хорошие люди, то есть принадлежащие к одному роду, должны собраться вместе и убить всех плохих людей. То есть принадлежащих к другому роду. Причем это тоже, это, между прочим, не, не, это, между прочим, проблема. Дело в том, что совесть действительно, у разных коллективов разная совесть, и Хеллингер это обсуждает. И она приводит к тому, что чистая совесть на одной стороне, чистая совесть на другой стороне. А каждая совесть, она говорит о том, что правильно только внутри одного определенного коллектива, и отрицает другие коллективы. То есть она ограничена. И поэтому, если возникает столкновение, то это столкновение возникает на уровне чистой совести. Ну, не на совести, а на уровне представителей. И это проблема как раз. Это проблема. Проблема того, что воины как возникает на самом деле. Казалось бы, вот... Два бога. Вроде как, и этот бог, и этот бог. И тот, наверное, хороший, хороший. А воюют в итоге люди. Фашизм высокоморален. Но это в древности особенно было. Я даже говорю, что на язычном уровне это было постоянно. Это высоконравственное учение. Ну, все, да? Да.